Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели» подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Ирина Кузьмич, и мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска – главные темы программы. Электробусы, троллейбусы с увеличенным автономным ходом, новые маршруты, репортаж корреспондентов Бук-ТВ об изменениях маршрутной сети, которые планирует городская администрация и как на нововведения реагируют специалисты транспортных предприятий. Завтрак для мозгов, интеллектуальный ланч и умные перекусы. Как и чем кормят брестских ребятишек в детских садах и школах. Или все о правильном питании школьников. Отправляемся в путешествие по Бресту и Брестскому району. Или о том, что берег турецкий можно заменить пейзажами и экскурсиями белорусскими. В эфире программа «Итоги недели». Мы начинаем. Буквально несколько дней назад в своем телеграм-канале председатель горосполкома Александр Рогачук опубликовал пост о том, что в Бресте рассматривают возможность приобретения около 10 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Ранее из того же источника стало известно, что в Бресте планируется запуск электробусов. И эта информация стала поводом для создания сюжета. Тем более, что мы достаточно часто рассказываем об изменениях, которые происходят в системе городского движения. И эти сообщения дали нам очередной повод задуматься. А как сегодня обстоят дела в транспортной системе города? На маршруты выехала наша съемочная группа. Смотрите сюжет Людмилы Логодич. Дорога длинной лентой вьется. Водитель успевает следить и за дорогой, и за пешеходами, не всегда соблюдающими правила, и за сигналами светофора, и за порядком в салоне. Да и маршруты знакомые. Виктория, проспект Машерова, бульвар космонавтов. Все размеренно и повседневно, но представьте, что все брестские автобусы в день преодолевают 24 тысячи километров. До Луны такими темпами они долетели бы за 16 дней. А всего в автобусном и троллейбусном парках трудятся 414 водителей, для которых перевозка пассажиров – важная и ответственная работа. Да и вообще без них далеко не уедешь. Ранний подъем, как говорится, и напряжение во время движения, потому что за спиной пассажиры. И не тормознешь резко, и ничего, надо все время в напряжении держаться. Работаю я здесь на протяжении трех лет. С детства просто мечтал стать водителем. Очень сильно мечтал. Поэтому выбрал такую профессию себе. Какой самый любимый маршрут ваш? Все. А какой самый долгий маршрут? Самый долгий будет 18-й. А самый востребованный? Он же. Брест растет быстрыми темпами. И среди тех изменений, которые можно отметить, интенсивное развитие транспортной инфраструктуры. Сегодня она насчитывает порядка 50 троллейбусов и 135 автобусов. На 19 маршрутах экспрессного сообщения ежедневно работает порядка 320 единиц подвижного состава. Приведем в пример несколько фактов. В далеком феврале 1947 года в Бресте начал курсировать первый автобус. Через 34 года открылась троллейбусная сеть. А в 80-х годах автобусов было уже около 70. Сегодня мы говорим об электробусах и троллейбусах с увеличенным автономным ходом. Привычным маршрутам добавятся новые. Разработана схема их движения. Троллейбус с увеличенным автономным ходом – это, можно сказать, какая-то аналогия с электробусом. То есть он имеет возможность заряжаться от контактной сети. У него есть на борту аккумуляторы литий-титанатные. И, значит, они получают заряд. И потом можно отключаться от контактной сети. Порядка до 15-20 км он может двигаться без контактной сети. Электробус, он, в принципе, тоже несет на борту либо аккумуляторные батареи, либо накопители конденсаторы специальные. Есть два варианта. Которые быстро заряжаются на конечных. Там ставится специальное зарядное устройство. Зарядка происходит до 10 минут. И пробег тоже составляет порядка 15-20 км. Либо, значит, электробусы с длительной зарядкой. Зарядка происходит в депо в ночное время. И пробеги до 300 км. На данный момент мы ежемесячно только по городу Бресту вывозим порядка 2,5 млн пассажиров. Вот маршрутная сеть, сложившаяся, составляет 753 км. В среднем за месяц проезжаем больше 670 тысяч км. Это, ну, цифры такие впечатляющие, да? Вообще, Брестский автобусный парк – это не только город. Потому что вот у нас в городе 61 маршрут на данный момент. А вообще у нас 178 маршрутов. Действительно, при строительстве города и росте его инфраструктуры, вопрос увеличения единиц городского транспорта и повышения качества обслуживания пассажиров являются ключевыми. А будет расширение, появится необходимость и в новых кадрах. Безопасность у профессионалов-водителей в приоритете, что оценивают и пассажиры. Часто пользуюсь общественным транспортом, потому что мне на работу, с работы, в город, на рынок. Сорвис хороший, все меня устраивает. Автобусами как-то больше всегда пользуюсь, часто, каждый день, регулярно, как говорится. Троллейбусами не езжу. И опять же по поводу Березовки. Хотелось бы связь Янки Купалы регулярную какую-то наладить. Я как школьник езжу все время бесплатно, поэтому мне очень удобно. На автобусе я езжу постоянно, потому что все занятия у меня только в центре. И с улики только на автобусе можно добраться. Для удобства пассажиров уже внедрена электронная оплата проезда. Оборудованы электронными табло остановочные пункты. Правда, пока еще не все. А потому есть к чему стремиться. И последнее слово остается за финансированием новых проектов. Подводим итоги недели вместе. 33 бригады экипажей скорой медицинской помощи ежедневно выходят на смену в Бресте. Такова официальная статистика, предоставленная специалистами филиала станции скорой медицинской помощи. Пик активности обращений пациентов, как правило, приходится на утренние и вечерние часы. Вопросы, просьбы, с которыми обращаются люди, достаточно разные. Спокойность здесь не бывает никогда. Особенно это стало ощутимо в пик пандемии. Этот период для всех стал испытанием на прочность, на душевность, на способность помогать не только делом, но и словом. Чем сегодня живет большая разветвленная структура филиала станции скорой медицинской помощи? Какие ноу-хау внедряют брестские врачи? И сложно ли работать докторам в таком ритме жизни? Материал о службе дня и ночи подготовила Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Большое просторное здание станции скорой медицинской помощи в Бресте появилось в преддверии большого юбилея – тысячелетия. И с того времени координация всей деятельности службы по городу ведется именно здесь. Каждый звонок по номеру 103 официально регистрируется диспетчером, и уже он принимает решение, какую бригаду направить к человеку, нуждающемуся в помощи. Мы определяемся с поводом к вызову, иногда больные сами не особо-то могут определиться. Можем задавать наводящие вопросы, что конкретно болит, когда стало болеть, что такое плохо, потому что основной повод у нас, у людей основная жалоба всегда почему-то только плохо, а что плохо уже мы пытаемся у них расспросить. Чтобы записать вызов, мы определяем приоритет этого повода, он может быть либо неотложным, когда бригада может его обслужить в течение часа, то есть это состояние, которое не угрожает жизни больного, ну либо это экстренное, когда скорая медицинская помощь требуется в максимально короткий срок. По системе зарегистрированный вызов идет к следующему диспетчеру, перед которым в режиме онлайн карта всех перемещающихся по городу медицинских автомобилей 103. Какая машина ближе, такая и будет адресована к больному быстрее. Территориальное разделение введено только для того, чтобы определить бригаду, которая находится ближе к этому случаю. Поэтому у нас все вот это вот так разбросано по городу. Ну это правильно, это правильно. Вот этим именно вот таким расположением в городе мы добиваемся вот этого норматива доезда до пациента. В период пандемии проверил медицинских работников на прочность. Испуганные люди при первых же симптомах звонили в скорую. И доктора старались как могли, не только непосредственно выезжая, но и консультируя. Для этого на станции оборудован кулцентр, в который за месяц поступает более 700 обращений. Марина Гавриловна Ильченко на скорой трудится 31 год, а в медицине уже более полувека. Опытный доктор всегда знает, что посоветовать. Ложиться в больницу, не ложиться. Как правильное лекарство дать? Вот пожилые люди звонят, бессонница, понервничали. С ними часто приходится просто побеседовать. Немаловажно и то, что с вводом станции приезжать к больному доктора стали намного быстрее, говорит главный врач учреждения Валентина Пашкевич. И в этом есть залог того, что человек получит помощь быстрее. Мы видим, что у нас и количество экстренных вызовов не стало намного больше, но мы стали туда быстрее приезжать. И это тоже, опять же, благодаря тому, что наше население начало более внимательно, наверное, относиться к нашей службе. Уже без всякого повода. То есть, ну, звонят, проконсультируются, как-то спросят, как быть, что быть. Ну, вот с пониманием, все-таки с пониманием. И мы им за это, в общем-то, благодарны. Потому что в этом случае мы ждем вызов, а не вызов ждет нас. Вот такая работа, она вообще неправильная. Потому что если поступает экстренный вызов, он должен быть в сию секунду передан, и машина должна в сию секунду выехать, и, в общем, как можно быстрее доехать до этого случая. Свободное время, которое представители этой службы измеряются минутами, как правило, используется на то, чтобы навести порядок в автомобиле или наладить аппаратуру. И только после есть несколько мгновений, чтобы переосмыслить все сделанное за смену. Профили бывают разные. Порой бывает иногда очень сложно. Нужно поставить диагноз тут же на месте, без никаких обследований дополнительных, имея только кардиограмму, глюкометрию при себе. Ну, термометрию, давление, ну и ум, интуицию какую-то. Уже порой иногда даже прочитал повод к вызову, знаешь, к кому едешь, и что там можно ожидать. На пуль 103 поступил очередной звонок. А это значит, что быстро упаковав все необходимое, медицинский персонал снова отправляется в путь. Ведь на том конце провода их действительно очень ждут. Детское питание. Вокруг этой темы всегда много разговоров и споров. Кто-то ратует за дисциплину и баланс в еде, а кто-то выбирает свободное питание, разрешая малышу полакомиться сладким с ранних лет. Каждый взрослый сам определяет, на какой он стороне. Но как бы ребенок не питался дома, в детских садах и школах правило одно. Основой детского рациона должна быть полезная здоровая еда. Привычка следить за своим рационом, которое прививается ребенку с ранних лет, поможет ему в будущем предупредить проблемы со здоровьем. Как вакцинируют детей, вырабатывая иммунитет к вредной пище педагоги и повара, за процессом пищевой иммунизации наблюдали наши корреспонденты. Временные круглощеки и малыши, если в саде номер 36, никогда не говорят «ничего я не хочу», когда дело доходит до вкусного завтрака или сытного обеда. Они всегда кушают с удовольствием. Мальчишки и девчонки весело орудуют ложками и вилками, а большая компания друзей подстегивает не оставлять на тарелках ни крошки. А для воспитателя это главное, ведь сытый малыш значит здоровый. Повара детского сада настоящие мастера своего дела, готовят так профессионально, что повторить не каждому под силу. При этом в процессе составления меню они соблюдают соотношение белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. В рационе малышей не забывая и о диетическом питании. Процесс организации питания строится на основании нормативных и методических документов по питанию. В нашем дошкольном учреждении организовано трехразовое питание на основе примерного десятидневного меню, которое разрабатывает инженер-технолог по питанию. Имеется картотека технологических карт приготовления блюд, которые входят в состав данного меню. У родителей есть возможность ознакомиться с меню, которое находится на информационных стендах в нашем дошкольном учреждении. Также там можно прочитать рекомендации о том, какое блюдо они могут приготовить своим детям на ужин. А на базе учебно-педагогического комплекса «Если сада начальная школа номер 6» во второй младшей группе «Пролесочки» завтрак начинается не совсем обычно. «Вот и завтрак подошел, все дети, все за столом, чтобы не было беды, вспомним правила еды». Завтрак, обед или полдник в садике – это не только прием пищи, но и урок правильного поведения за столом, ведь пока дома родители крутятся над малышом, потыкая капризом ради еще одной ложки, в саду другой порядок. Здесь учат правильно вести себя за столом и кушать аккуратно, используя различные приемы, в том числе и соревновательные. «Любую свеклу, картошку, омлет, я батон, котлету, я съел кашу и победил». «Для нас очень важно, чтобы дети в процессе дня были сыты, здоровы, накормлены, чтобы у них были силы для того, чтобы заниматься и на физкультуре, и на музыке, и нашими занятиями внутри группы». И пока малыши с удовольствием съедают кашу и супы, у школьников с питанием все не так гладко. Учащиеся младших классов в свои 8-10 лет не понаслышке знают, что вкусно, а что нет. Правда, о пользе задумываются редко. В школьной столовой их приучают к правильному питанию и доказывают, что полезная еда может быть и вкусной. А потому, как бы не мечтали ребята съесть на обед бургер или пиццу, закусив его шоколадкой и запив газировкой, у шеф-повара питание строго регламентировано. Разнообразное меню продумывают на две недели вперед. При этом кулинарные шедевры готовят люди, влюбленные в свою работу. «Такая глобальная задача сейчас, чтобы питание школьников было сбалансированное, было хорошее, было вкусное. Эта работа считается творческой. Если не вложить туда душу и творчество свое, даже умение какое-то, то есть это блюдо можно сделать по-разному. Можно сделать его плохо, а можно сделать его хорошо с душой». «С 5 по 11 класса мы практикуем уже многие годы, у нас детки выбирают меню. Я им составляю два меню. Одно, которое идет по-примерному, и то, что детки любят. И вот на основании этого, с 5 по 11 класса, они выбирают два меню. И в классе, по-моему, они могут есть, допустим, сегодня они ели запеканку с чаем и ели мясо с кашей рисовой. Вот в таком плане. Этим мы чего добиваемся? Мы добиваемся того, чтобы детки кушали. Ну, а для нас лучшая благодарность – это то, что детки все съедают». Поварам школьной столовой и родителям крайне важно, чтобы дети были сытыми, ведь все мы знаем, что мозгу для полноценной работы нужны питательные вещества. «В каждом учреждении образования, помимо стандартных меню, есть меню свободного выбора. Поэтому наши ученики могут выбрать то, что более нравится им, то, что более вкусно. Если говорить в целом об охвате детей питанием, то более 90% сегодня детей питаются в том числе и через меню свободного выбора. Те 10%, наверное, логичный вопрос, который у вас будет, правильно, кто эти дети? Это дети, кому по каким-то показаниям, ну, вместе с тем все равно как бы не очень… Хотелось бы, чтобы и родители против того, чтобы дети питались в школе. Эти дети могут приносить петерброды какие-то, поэтому есть возможность тоже их разогреть. Если не будет, вроде, какое-то диетическое питание. Хотя сегодня в системе образования мы можем обеспечить и диетическое питание в том числе. Тандем педагогов и поваров основывается на правиле 3П. Полноценный завтрак для бодрости и хорошего настроения, плотный обед для стимулирования умственной деятельности и полезный полдник для энергии на весь день. Вот поэтому воспоминания о самой вкусной детсадовской творожной запеканке, школьной котлете и ароматном какао остаются надолго. Ирина Кузьмич, Людмила Логодич, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». А сейчас о других мероприятиях. В эти дни в Бресте проходило заседание коллегии Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Мероприятие не ограничилось исключительно форматом дискуссии. Предшествовала заседанию большая экскурсия по спортивным объектам областного центра. Здесь участникам мероприятия был продемонстрирован опыт рационального использования материальной базы учреждений, а также то, как объекты такого формата могут зарабатывать сами на себя и иметь возможности для использования вырученных средств на развитие подготовительных баз. Чем сегодня живет спортивная Брещина и какие задачи стоят перед белорусским спортом, об этом и не только в нашем следующем сюжете. Брестская спортивная база – это то, что всегда находится на слуху. Благодаря доступному ценообразованию и высокому уровню указания услуг, в качестве места для сборов ее неоднократно использовали многие команды мирового уровня. Однако акцент в работе специалистов все же на белорусскую аудиторию. Как сделать спортивные объекты еще более востребованными и привлекать сюда не только профессиональный, но и любительский спорт. Изучить Брестский опыт в областной центр приехали представители всех регионов страны. Спортивный комплекс «Виктория» – это как раз тот вариант, когда о масштабных планах по рациональному использованию помещений говорить не приходится. Спортивный центр загружен с самого утра и до позднего вечера. Причем как командами-профессионалами, так и спортсменами-любителями, которые проводят свой досуг здесь уже не один год. Игровые виды спорта, они вообще в республике Белоруссии очень востребованы и они всегда будут, наверное, востребованы. Попасть, скажу откровенно, очень тяжело, потому что запись у нас даже состоится. У нас занятие проходит с 8 утра до 23.30 и, соответственно, попасть просто на тренировочное время, ну, у нас есть такие, как сказать, постоянные клиенты, которые более 5-6-10 лет, ну, с начала основания, в 2006 году открылся ЦОР, постоянно занимаются, которым мы не можем отказать и при этом они у нас, как сказать, в приоритете. Вот. Между тем, проводим очень много концертной деятельности, да, это очень хорошо приносит, скажем так, неплохие дивиденды. Ну, стараемся концерты проводить те дни, когда, ну, независимо от тренировочного процесса. Воскресные дни, суббота, может быть, ну, лучше воскресенье. Востребованность – это тот критерий, который сегодня должен определять успех работы того или иного спортивного учреждения. Центр Олимпийского резерва по водным видам спорта сегодня одна из самых массовых площадок. Причем здесь с удовольствием рады как гостям международных соревнований, так и брещанам, желающим оздоровиться. Мощности комплекса, количество используемых бассейнов и тренажерных залов достаточно для того, чтобы оказать спортивную услугу в полной мере. Брестский областной центр Олимпийского резерва. Открыт он у нас в 2010 году. На сегодняшний день развиваем пять видов спорта. Это водное поло, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и есть отделение плавания «Инвоспорт». Подготовку проходит 720 спортсменов, учащихся в пяти отделениях. Работают с ними 28 тренеров-преподавателей. Кроме того, огромный спектр платных услуг. С сентября месяца возобновили работу 115 абонементных платных групп. Полторы тысячи детей у нас проходят. Есть в Бресте и площадки, нацеленные исключительно на профильную подготовку областного училища Олимпийского резерва. Полноценный спортивный городок, где растят будущих чемпионов. Здесь юные дарования живут в комфортных условиях, посещают учебные занятия. Два раза в день тренируются и получают полноценное комплексное питание. Училище основано в 1995 году. И учатся у нас здесь на сегодняшний день 148 ребят. Общежитие рассчитано на 200 мест. На данный момент проживает 133. Первый этаж рассчитан под просмотровые сборы. Ребята, которые еще не учатся у нас, но постоянно талантливых ребят мы просматриваем, заселяем. Они здесь у нас пробуют поучиться. И в течение года определяется, будут ли они поступать к нам на сентябрь месяц. Такая вот у нас система отработанная. Мы просматриваем своими учащихся спортсменов в дюшерах, в детско-юношеских спортивных школах. И потом они уже попадают к нам, готовятся на среднем звене, так скажем, и готовятся во взрослый спорт. Имеющаяся спортивная база бесспорно впечатлила коллег из регионов и стала предпосылкой для обсуждения других, не менее важных вопросов. В частности, в центре внимания качественная подготовка спортсменов, начиная с малого, звена детско-юношеских спортивных школ, и заканчивая училищами Олимпийского резерва и вузами. Сегодня от мастеров спорта представители национальных команд ожидают больших успехов. И на это в текущем году нужно нацелить работу ведомства. Спорт высших достижений сплоть призму подготовки резерва на отдельно взятом регионе. Вот на примере Брестской области. Сегодня мы говорим, что выстроена система подготовки спортсменов высокого уровня. Но мы на примере, в том числе и Брестского региона, увидели проблемы сегодня в подготовке. Это в первую очередь касается центров Олимпийского резерва, потому что сегодня происходит подмена, скажем, центром Олимпийского резерва работы детско-юношеских спортивных школ. И сегодня вот эта животрепещущая тема звучала в выступлениях практически всех руководителей разного уровня, которые поднимали этот вопрос. Центр Олимпийского резерва должен заниматься спортсменами высшего уровня подготовки. Это спортивного совершенства, а не высшего спортивного мастерства. Но никаким образом не подменять детско-юношеской спортивной школы. Поэтому сегодня мы эту проблему видим. Мы эту проблему сегодня будем решать общими усилиями. Но поэтапно в течение года-двух, я думаю, мы этот, скажем так, узел немножко развяжем. Более детальная разработка функций каждого из спортивных учреждений позволит подходить к процессу подготовки комплексно. А это, в свою очередь, отразится на результате белорусских команд. В воскресенье 27 сентября в календаре важных международных дат – День туризма. Согласитесь, сегодня при имеющихся возможностях для путешествий многие из нас хотя бы раз в год покидали родные края, чтобы посмотреть на другие пейзажи. Конечно, 2020 для представителей туристического бизнеса успешным назвать сложно. Сезон так основательно и не был открыт. Большинство отдыхающих начали реализовывать свои путевки только сейчас. И то эти случаи скорее единичны. Однако стоит верить в лучшее, уверены мы и добавляем. Если нет возможности выехать за рубеж, то почему бы не отправиться на выходные посетить свои белорусские достопримечательности? Причем маршрут может затрагивать как Брест, так и весь регион. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая предлагает вам отправиться вместе с ней в небольшое, но достаточно интересное путешествие. Брестейский край богат объектами исторического значения. О них и их географическом расположении рассказывает большая карта, размещенная в фойе областного краеведческого музея. Каждый уголок региона самобытен и имеет свои традиции и обряды, которые действительно могут заинтересовать. Сегодня турист ждет от музейного комплекса не только архитектурной составляющей, но и возможности в буквальном смысле прикоснуться к истории. Сейчас, конечно, важно не только получить информацию, получить знания, но важно получить эмоции, какие-то впечатления. И, конечно, через интерактивные какие-то формы человек лучше познает и свое прошлое, и свою историю. В целом сегодня экспозиции региона достаточно многопрофильные. Останавливает на себе внимание и сам краеведческий музей, и его залы, где по крупицам собрана история региона и его традиций. Только учреждений такого вида в области около десяти. А ведь есть и другие экспозиции. У нас насчитывается 19 государственных музеев и 12 их филиалов. Музеи все абсолютно разные. Это только 9 музеев краеведческого профиля. Это два музея народного творчества, два музея военно-исторической тематики. И появились в последнее время у нас усадебные комплексы, мемориальные дома-усадьбы. Из объектов, которые бесспорно стоит посетить в городе над Богом, отдельно стоит музей истории города, куда в 2019-м было передано редкое издание Брестской Библии 16 века. Она – жемчужина экспозиции. Однако внимания заслуживают и другие экспонаты, не менее важные и значимые, рассказывающие об областном центре и его истории. Весенне-летний период для учреждения не был результативным. Однако с наступлением сентября гостей здесь все же стало больше. Вообще экспозиция музея истории города Бреста охватывает довольно широкий период. Тут представлены предметы и изображения предметов в периоде, начиная с 11 века фактически, и заканчивая современностью. То есть от первого упоминания до 2020 года. Первый этаж у нас представлен предметами, которые связаны с историей нашего города и государства в целом, начиная с 11 века и заканчивая строительством крепости, то есть 1-й, 3-й, 19-го столетия. Второй этаж уже более обширно представлен период вхождения нашего города в состав Российской империи, Второй речи Посполитой Советского Союза и Республики Беларусь уже. Если же душа просит простора, а сердце изящной архитектуры, то самым подходящим объектом для путешествий станет усадьба Немцевичей в деревне Скоки Брестского района. С комплексом связано много интересных исторических событий. В разное время гостями семьи Немцевичей становились авторы романов о Джеймсе Бонде. Ян Флеминг, князья Чарторийские и Шуйские. Вместе с Юлианом Немцевичем бывал здесь и Тадеуш Костюшко. Интерьеры и залы, кажется, до сих пор дышат духом той эпохи. Очень много предметов реально старых. Ну, не прямо с этого дома, с дома Немцевичей, но вот прямо с той эпохи, когда они жили. То есть, ну, даже есть вещи конца 18-го века. Ну, 19-го века много. Этот исторический объект особенно популярным не назовешь. Однако, знающие туристы здесь останавливаются. Каплица-усыпальница рода Толочка была построена в начале 20-го века. В 60-е годы, в период воинствующего атеизма, объект был частично разрушен, пострадала крыша. Однако, со временем он приобрел целостный вид. Объект, построенный в стиле неоготики, находится в пяти километрах от деревни Большие Матыкалы и в десяти от усадьбы Немцевичей. Род Толочка свою родословную вел с 1329 года от князей Великого княжества Литовского. Его представители вошли в историю как сильные педагоги и выдающиеся ученые, работавшие в том числе и над проектами, удостоенными впоследствии Нобелевской премии. Уже в наши дни стараниями настоятеля костела в Каменце Яна Василевского и племянницы Станислава Толочка Софии Толочка каплица-усыпальница была отремонтирована. И это только малая часть того интересного, что можно увидеть на просторах нашей красивой Родины. Увлекательных путешествий и приятного просмотра вам желают Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Александр Воронин и Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». И в завершении выпуска актуальная информация. Уже в следующую субботу, 3 октября, в Бресте будет дан старт о работе сельскохозяйственных ярмарок. В этом году выездные распродажи будут проходить на пяти уже знакомых Брещаном точках. На трех в Московском районе и двух в Ленинском. О нововведениях расскажет Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Площадка за торговым комплексом «Дидосперсия», территория за центральным универмагом, парковка у здания филиала «Белгострах», рынок приграничный сервис «Пасебровск» и, конечно же, стоянка перед центром «Экватор». На каждой из этих торговых зон будет представлен широкий ассортимент плодов овощной продукции. Однако, чтобы не создавать проблем реализаторам, организаторы просят автомобилистов не парковать свои транспортные средства по указанным адресам в важные даты. Просьба горожанам, чтобы не оставляли личные автомобили на парковках, где будут проводиться сельскохозяйственные ярмарки. Это все субботы октября месяца. Третья, десятая, семнадцатая, двадцать четвертая и тридцать первая. Также к участникам убедительная просьба, что заблаговременно не оставляйте свой транспорт упакованной продукцией тоже на ночь. Приезжайте с утра, специалисты управления торговли, сотрудники госавтоинспекции расставят ваши машины в соответствии с расстановкой, которая была предварительно сделана. Нововведения, которые внедряются в этом году, в первую очередь ощутят реализаторы продукции. Теперь участие в ярмарке проходит по заявительному принципу. Это значит, что каждый потенциальный продавец предварительно должен заполнить заявку, размещенную на сайте горосполкома. Таким образом, участник гарантирует себе место, занять которое не сможет уже никто. Есть положение об участии в ярмарке как для физических лиц, для сельхозпредприятий и для индивидуальных предпринимателей. Есть заявочка. Субъект хозяйствования, либо физлицо заполняет эту заявку. Тем самым он является автоматически участником сельхозпредприятий. Обратная связь будет происходить таким образом, что в день проведения ярмарки данный субъект или физическое лицо приезжает по месту заявившейся площадки и его с пяти утра уже специалист управления торговли либо администрации района и сотрудник госавтоинспекции будет производить расстановку. На данный момент в управление торговли и услуг уже поступило более 150 заявок на участие. Однако, так как площадок 5, организаторам еще есть, что предложить предпринимателям. Напомним, распродажа товаров сельскохозяйственной продукции будет проходить в Бресте во все субботы-октября. Это были главные события Бреста. Какими их увидели мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, еще есть что сказать, но дождемся следующего эфира. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Далее о погоде. Партнер сегодняшнего прогноза погоды растительный препарат при кашле из Германии Проспан. Для взрослых и детей с двух лет. Проспан оказывает отхаркивающее, бронхоспазмолитическое и противовоспалительное действие. Снижает вязкость мокроты и способствует ее выведению. Для удобства применения две формы препарата Проспан. Капли и сироп. Не содержит красителей и сахара. Проспан. Сила природы против вашего кашля. Я, Ирина Кузьмич, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего. И, конечно же, берегите себя и будьте здоровы. Препарат при кашле из Германии. Проспан. Разжижает и выводит мокроту. Облегчает дыхание. Не содержит красителей и сахара. Для взрослых и детей с двух лет. Мама знает. Папа знает. Проспан от кашля при простуде помогает. 27 сентября погоду в стране будет определять система фронтов, перемещающихся с территории Украины. В Бресте воскресный день будет омрачен дождем, грозами и порывистым ветром. Значительно похолодает. Суточная температура будет колебаться в пределах 16-19 градусов. В первый рабочий день новой недели Беларусь еще останется в зоне системы фронтов, смещающихся на территорию Псковской области. Днем погоду начнет формировать область повышенного атмосферного давления. Лишь по крайнему северу скажется влияние неустойчивой воздушной массы. В Бресте ожидается переменная облачность без осадков, с ветром южным в ночные часы и юго-восточным умеренным днем. Теплые дни ушли, минимальная температура воздуха составит 8-10 градусов. До 18 прогреется воздух днем. Редактор субтитров А.Семкин